Возможно сократить. 5-2. Каков же план боя Султана? В контратаке? 2-9. 7 очков впереди кубинский боксер. Очень сложный бой. Никто не говорил, что будет легко. Кубинец играет плечами, корпусом. Делает ложные движения. Вы знаете, вот это вот как бы решение стратагемы. Показать пустое и потом пробить. Вот он буквально начинает издеваться, да? Да. Вот такой вот цирк кубинцы могут устраивать и в полуфиналах чемпионата мира. За это надо наказывать, я думаю. Сегодня у нас еще после этого боя два поединка. В легчайшей весовой категории, во второй на легчайшей весовой категории Георгий Балашин встретится с знаменитым Владимиром Сидоренко с Украины, который выбил макро-раммер из турнира. А Евгений Макаренко, наш капитан, проведет бой с Джоном Дави в категории полутяжей. То есть история повторяется дважды. На Олимпиаде Александр Лебзяк, чьё место сейчас занял в составе Женя Макаренко, проведет бой с французом. Французы здесь держатся, кстати, молодцом на чемпионате. Все три. Жером Тома, обладатель бронзы 2000 года на Олимпиаде в Сиднее. Чемпион, серебряный призер чемпионата мира 99-го года Вилли Блейн, участник полуфиналов. И Джон Дави, соответственно, серебряный призер чемпионата мира 99-го года в Хьюстоне. Второй раунд боя начался. Султан все-таки в некотором напряжении находится. Обмен ударами. Дистанционную манеру боя использует сейчас кубинец. Пробивается, сразу же уходит на дальнюю дистанцию. Султан стоит на месте, сейчас пытается пробить. Не дает шанса ему кубинец. Нужно рисковать. Нельзя дать возможности продавливать себя и манипулировать собой в этом бою. В классической стоге кубинец находится. 45 градусов развернут. Никакого намека на фронтальность. Практически трудно пробить. Левой рукой передний вводит вверх-вниз. Не дает возможности начать атаку ни на одном этаже. 10-3 впереди кубинец. Ибрагимов зарабатывает четвертое очко. Тут же отвечает ему кубинец и зарабатывает два подряд очка. 12-4 впереди представитель Центральной Американской Республики. Как грамотно работает на дистанции кубинский боксер. Каждый бой с кубинцами это испытание. Каждый бой. Как хищник. Посмотрите. Чуть-чуть пригнувшись работает кубинец. Чувствует свое преимущество. Можно разубедить его в этом. Но он легче двигается, конечно, Ибрагимова. Очень легче двигается. И может быть, вот эта тактика, когда Ибрагимов работает первым номером, не совсем удачно. Нужно вымоить кубинца на атаку. Он успевает уйти от ударов. Это факт. Смотрите, кубинец не поддается и не пытается идти вперед. Не пытается. Вот сейчас только ввязывается в бой. Седьмое очко зарабатывает Ибрагимов. Еще удар один проводит с левой руки сейчас, который мог бы стать очковым. Не уйди с линии атаки кубинец. Девять кубинских боксеров сегодня в полуфинале. Конечно, успех. Никто с этим не спорит. Первые три потери, прошедшие на начальном этапе, сейчас с лихвой окупированы. Кубинцы не выступают с кубинской сборной. Правда, если не считать поражения... Юрданец Адиспайна от Ухтербека Хайдарова из Узбекистана. Но с кубинцами можно биться. И может быть, одна из тактик вот такой вот тотальный бой рукопашный, бескомпромиссный, с упором на ближний бой. Но кубинец ведь не позволяет этого делать. Вот в чем дело-то. Вот, кубинец, я слышу сейчас, говорит о маневрах, которые должен продолжать совершать молодой боксер с острова свободы. И так вновь в центре ринга соперники. В голову нужно пробить. Только в голову сейчас. Султан ждет, очень долго ждет. Нужно взрываться и идти вперед. И не опускать правую руку ни в коем случае. Это очень опасно. Кубинец удачно работает с обеих. И после проведенной атаки с левой, нужно сразу же поднимать руку вверх, правую, потому что поступает боковой, хороший. Потому что кубинец активно перемещается, если не атака. Можно с любого угла пробить. Какой тяжелый бой, какой напряженный бой. Минута 13 до конца третьего раунда. Нужно идти в оба. Как же хорошо держит дистанцию кубинец. Классика просто. Как кошка. Прижимай к углу. Все правильно, все правильно. Выскальзывает. Солис. Из этих вот квадратов, в которых ему трудно перемещаться. Хитрый и гибкий, как змея. Девять очков зарабатывает Ибрагимов. И тут же шестнадцатый очков зарабатывает. Из семнадцатого и семнадцатого зарабатывает кубинец. Как же он агрессивен. Вот оно преимущество скорости. Султан идет вперед и на отходе успевает кубинец догнать и нанести серию ударов. Он не только быстро перемещается, но быстро бьет руками. Каждая атака Султана – это риск. Это игра со смертью. Десять очков отрыв кубинца. Вот так вот нам нужно наматывать на ус все то преимущество, которое имеют кубинцы. Предыдущим стартом. Тоже самое олимпиаде, которое состоится через несколько лет. Спокойно кубинские тренеры. И раз камера вот выхватывает именно угол ринга, в котором сейчас находится кубинский боксер, значит, режиссер считает, что, безусловно, считает, что лидером в этом поединке является именно он. Вот посмотрим. Атака. Уклон на дистанции проводит кубинец сейчас, уходит от атаки Ибрагимова. Как долго, как долго ждет Ибрагимов. И вот контратакующий правый делает кубинец сейчас. Вот взрывается Султан, посмотрите, но бьет одиночный. Потому как второй совсем не проходит. На дальней дистанции уже боксер с Острова Свободы. Четвертый раунд. Я заинтриговал. Что в нем произойдет? Конечно, хочется чуда, но все в руках Султана. 11 очков впереди кубинский боксер. Сейчас он будет убегать, активно перемещаться по рингу, это понятно. Будет беречь силы к финалу, пытаться уходить от ударов Ибрагимова, это понятно. Один удар может решить все. Ты можешь вести весь бой по очкам и пропустить какой-то конкретный один хороший удар в корпус или в голову. У тяжей это все очень весомо. 21-10 впереди кубинец. Султан ввязывается в ближний бой, пробивает в корпус, удар хороший. Боковой с правой. Достается от россиянина к кубинскому боксеру. Выскальзывает, выскальзывает кубинец. Уходит с линии атаки. 13-22. 9 очков. Вот, боковой проходит, буквально. Ужалил он этим ударом кубинца. Еще атака. Фронтально развернут кубинский боец. Выбери правильный угол, Султан. Выбери правильный угол, пробей. Удар еще. 28 секунд. Боюсь, что уже, наверное, не успеть. Есть над чем работать. Есть над чем работать в нашей команде. Расчет на мощный удар последний делает Султан Ибрагимов. Но секунды неумолимо утекают. И еще один кубинский боксер выходит в финал турнира. Ну что ж, хочется сказать, бывает. Вот этот символический жест означает, что кубинский боксер продолжит борьбу за золото. Спасибо Султану за честный бой, за желание работать, за желание биться. А мы будем ждать следующих поединков.